Всем привет! Вы на канале Нихита Масенков. И сегодня мы, как всегда, берем интервью у владельца авто Мазда 3. За рулем Мазды красненькой. Жизнь кажется такой классненькой. Помчиться нажмешь на педальку едва. Мазда это такая штука. Мммм, какая штука. Одно сверху и по бокам два. Здравствуйте, меня зовут Никита. Как вас зовут? Три. Приятно познакомиться. Как долго вы владеете данным автомобилем? Уже три года я владею автомобилем. Как он вам? Ничего таким. И за сколько вы его приобрели? 18 тысяч тогда было на тот час. Вы его купили, я так понимаю, с автосалона, да? Так, так. Делалось после покупки что-то в ней? Нет. Ты знаешь, вот то самое она для этого и купилась с автосалона, для того, чтобы ничего не делать. И в принципе, кроме официальных того, которые нужны по регламенту, ну, больше ничего не работает. Давайте пройдемся немножко побольше по техническим характеристикам. Тут 1,5 двигунок с коектом G, 120 кинских сил и 150 ньютонметров момента. Я так понимаю, тут без турбины он идет? Так, так. Это без турбинный двигун, атмосферный двигун. Ну, технология с коектом. Какой тут официальный пробег на ней? 47. Я услышал то, что на эти машины не ставится газ. Газовое обладание сюда не ставится. Тут с коектом X мотор, так называемый, тут прямый впрыск, с большей степень сжатия. И тут будет просто в Канаде, в Канаде установить газ. Какой тут расход бензина? Потому что если газ не ставится, по идее, расход должен быть меньше, чем у обычных автомобилей. Тут непоганный расход бензина. 7,3. Это вот смешанный цикл. Место, траса, пробки. Вот 7,3. Траса набагато меньше, где-то в районе 6, 5,8, 6, не помню. Ну, в принципе, как для такого автомобиля, он весит 1300 кг, да? Да, да. Ну, порожний типа 1300. Да. Это довольно неплохой расход, потому что бывают машины, у которых расход еще больше, на них устанавливают газ, и, в принципе, наверное, выходит то на то. Да, да. Ну, тут в плане экономии, ну, в сенсу взагалі, нема ніякого... Газ поставить, ну, можно кілька литрів зэкономить, але... Ну, если тут поставить газ, можно кілька литрів зэкономить, но потом двигатель придет капец. Дуже швидко, дуже швидко. Тут, дуже... Тут, навіть, якщо литий сюди 92-й бензин, то двигунок, скорее всего, все пройде. Да, я слышал, то, что сюда либо 95-й, либо 98-й. 100-й, 98-й, 95-й хороший. Все, что до 95-го, это все сюда делить нельзя? Небажано. Какой тут размер дисков? Ну, в данный момент почти 16 на 205 на 65, здається. Ну, можно поставить пиз 17-й и с низким профилем. Либо 19-й, но вообще без покрышек, да? Ну, можно 19-й, да, без покрышек вообще. Пытались ли у вас в нее угнать? Ну, пока еще не было такого спроса. Ну, вы ждете этого или нет? Да нет, не хотелось обгнать. Если что, это самая угоняемая машина в Украине. В данный момент тут же стоится глушитель, ну, даже не глушитель, а выпускный коллектор, он такой, типа, интересненький, 4, 2, 1, ну, так называемый. Там бочечка стоит, такая, все сложен. А что вот это такое? Защита. Тут термозащита, там стоит как раз выпускный коллектор, и, так как я казал, что им там 4, 2, 1, типа, такая, для спортивной. Вот, и вот там как раз стоит вот эта бочка сякая, потом уже иде вихлоп. Такий звуч, звучок такой, получается, непоганый. Ну, сейчас звучит. На посадка довольно удобная. Я думал, будет хуже. Машина тут заводится кнопкой старт? Да. Да, вот. Так, ну, а в принципе, все. В принципе, такая машинка довольно сбитненькая, но вот тут есть еще такие небольшие поскрипывания, да? Да, да, есть. Так, ну что ж, давайте, наверное, перейдем к багажным. Самая интересная часть во всех машинах. Позвольте. Я ничего не нажимал. Это вы открыли? Так, в принципе, багажник довольно большой. Багажник меряем Никитом, да? Да, мы багажник меряем. Ну, я им ростом метр семьдесят один, метр семьдесят два. Быстро растущий Никита. Закрывайте мне. Буду кровать дышать. Я думаю. Так, интересно. А тут можно открыть из багажника? Да, конечно. А, только она там, да, далеко. Это вы сделали специально, чтобы водить людей в багажнике, чтобы они не выбрались из этого, если что? Да, да. Там все. Так, как с завода. Говорят, тут вот эта штучка, она немножко сильненькая, да? Давай, поднемся так, он тут не мигал. Просто жакая. Тут такого плана. Ну, а тут так бардачок. В принципе, ну, багажник довольно большой, уютный, можно спать без воздуха. Ну, вот, в принципе, ноги, если вот так вот, ну, да. В дальней дороге можно и спать. Ну, как по салону. Пластик трещит, скрипит, гремит. Ну, иногда так. Бывает, потрескивает. Экран сенсорный. Да, экран сенсорный. Он прибывает до 30 км в час, по-моему. До 30, а почему так? Ну, в целях безопасности, наверное. Вы его с салона брали? Да, да. Тут коробка автомат. Автомат, не автомат. Айсин шестиступенчатый. Как вообще он не проблемный, потому что я слышал, бывают проблемы с ним. Ну, 47 тысяч, вот, проблем никаких. Ты сказал, вроде так, все более-менее сделано на свои деньги. Мягенько, жестенько, приятненько. В принципе, все, что надо для машины. Развод от 0 до 100, за сколько вы не знаете? Я его не мерил, но по данным материалам сайта, так скажем, до 11,9. Старт, мани, марш. В принципе, там где-то было 13. Да, где-то так оно есть. Ну, в принципе, старт довольно неплохой. Бывало и хуже. Салона, в принципе, за водителем места тоже хватает для коленей. В принципе, не так уж и много, но есть место. А вот этот свет, он включается только, получается, спереда. Это, говорят, не сильно удобно. Ну, да. Сзади смысл. Наверное, не очень. Хотелось бы, чтобы там отдельно было. Как вообще по посадке кресел? Удобно, спина не устает? Ну, тут довольно удобное кресло. В принципе, такие длинные поездки выдерживаешь нормально. Можно и лучше, но, в принципе, нормально. Всегда можно лучше. Да, всегда можно лучше. Посадка удобная, но при резких поворотах, из-за того, что тут слабые боковые поддержки, можно немножко сдвинуться. Да. Ну, в периоде такого нет. В периоде получше. Какой у вас стоит запчасти? Да я даже, честно говоря, не знаю. Не приходилось, так скажем, с ремонтами сталкиваться самому. Тому я не могу ничего сказать. Кузов в других запчастинах, ну, ціни непогані. В принципе, не такие, чтобы космос. Но если не брать до уваги, типа, когда ты купишь запчастины на официальных дилерах, ну, типа, официальных дилерах, потому что если ты в них купишь запчастины, то это просто космос. Поэтому не берите у официальных дилерах. Надо брать официальные запчастины, ну, не в официальных дилерах, да. Как вы относитесь к компании Мерседес? Власна компания Мерседес. Не хотели бы приобрести вместо Мазды? Ну, я думаю, я бы с удовольствием поменял бы Мазду на Мерседес. Но на новый. Новый только, да, потому что бэушный Мерседес боюсь. И желательно на Майбах, да? Ну, Майбах, не Майбах, но. Майбах, не Майбах, но Мерседес бэушный, наверное. Мерседес бэушный часто ломаешь, а вот и тормоза проверь. У нас стояла машина на стоянке, ну, как на стоянке, на парковке. Вот, и один прекрасный вечер выходишь, все-таки, и дивишься, то есть, ну, комусь не хватило сантиметра. Так прошелся по бамперу, хорошо, так, то самое. А второй раз стояла тоже на парковке и пошел в град. И тоже, ну, каска все закрыла, все вопросы. Ну, вот, то есть полицейский проскочил. Да, мягко достаточно, как шарик такой, как мячик, который приедет. Нету вот этих. А вот тут чуть побольше, а тут пожольше. А вот тут никак, шарик. Так что, с багажником тут очень непогано. Он достаточно широкий, он вместительный. Складывается очень много вещей. Как я уже сказал, что по ширине, в самой широкой своей частини, он 1,15 метра, что там даёт смогу покласти достаточно довгую. Коляску, столик якийсь, что там какие-то вещи. Навіть Q3, Q5 и X3 не дают такой ширины. Что по поводу шумо-изоляции? Ну, данная модель, воно уже краща, чем в минулих роках. Саме в цьому. Ну, так как это все-таки третя поколение уже. И это рестайл третьего поколения. Ну, тут все кращее. И, например, наступное четвертое поколение, там, кажут, еще кращее. Ну, но в деякие моменты можно было бы сделать. Можно было бы варочки кращее зашумить. Такие двери, возможно, трохи больше тихие. До 120 шум не доставляет проблем в салоне. Уже больше быстрее, как ехать, то уже трохи чуть шум витру. Даже не скільки двигун, а шум витру больше уже в машине. Слишком тут особенно не сзади шум колес. Да, сзади арки. Тоже, что один из таких непоганых характеристик ее размеров. Она досить широка, метр 79, если я не помиляюсь. И она такая, на трассе очень устойчивая. Ну, я думаю, буду сейчас повороты проезжать и побачить это. Давайте выбираем скорость максимально. Сколько там, 260 на повороте сейчас посмотрим. Поворотим на 260. Уже вряд ли потом сейчас побачу. Все, только какой контент. Ну, я ж не владелец YouTube-канала. Я уехал, а я не кидаю. Да, я не кидаю. Просто вот так вот по всем сиденьям сидел. Тут мне вот и понесли. На 120 поворотах ходить могут тоже так дынуть. Какая бы моя платежка будет. А мне вообще ничего не зарабатывает. Сейчас просто поворот. Мне он несет. Это что такое? Немножко вдавило в дверь. Так что лечь не рук с собой свободно. Какой автомобиль вы предпочли бы? Я думаю, он, может быть, бы Mazda CX-5 взял бы. Да, тут, кстати, клиренс довольно низкий. Вам по бордюрам как? Удобно ездить? Ну, тут 155. По бордюрах сильно не поскачешь. Ну, в принципе, ездить. Понятно. Ну, все, спасибо. Все понятно. Я думаю, зрители поняли, с чем они столкнулись. Если бы и тут, да, меркнули. Субтитры сделал DimaTorzok